Культурные объекты Ненецкого округа прошли фотофиксацию. Ярославские архитекторы сделали снимки исторических построек в Устье и Лабужском и вернулись на Ринмар из экспедиции по культурным объектам. Всего в регионе их 10, как в городе, так и в населенных пунктах. По словам архитекторов, сохранить природные и естественные условия вблизи исторических памятников и зданий очень важно, не только для потомков, но и туристов. Нас очень тревожит ситуация, которая складывается в Устье, когда рядом с замечательным объектом культурного наследия дом Сумарокова, который, кстати говоря, сегодня находится в завершающей стадии реставрации, появляются земельные отделы. И здесь, конечно, наша задача определить те параметры предполагаемого строительства, если оно там будет все-таки вестись, чтобы не повредить условия восприятия этого памятника архитектуры. Данные по каждому объекту будут переданы в Федеральное министерство культуры. После согласования администрация Ненецкого округа примет постановление. Оно закрепит статус соответствующей охранной зоны и режима использования территории. Также документ утвердит правило строительства новых сооружений вблизи каждого объекта. Это здание построено в 1939 году. Наша окружная администрация. Общая площадь помещений более 2000 квадратов. Высота шпиля – 10,5 метров. Чтобы сохранить первоначальный вид, облик здания кардинально не меняли. Лишь две небольшие реконструкции. Сегодня здание окружной администрации внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Совсем рядом планируют возвести новый корпус. Он расположится на пересечении улиц Смедовича и Победы. Ярославские архитекторы, за плечами которых 10 лет работы с историческими ценностями, такое местоположение одобряют. Говорят, новострой органично войдет в исторический ансамбль главпочтамта и Дома советов. Это масштабная застройка, которая подчеркнет не только пространство площади, и историческое пространство площади, то есть придаст ему черты такой русской площади, но и, может быть, оттянет какие-то новые строения, которые, естественно, нуждаются, в частности, культурный центр, который, естественно, не нуждается в некоем своем масштабном фоне. Здание будет невысоким, деревянным, с характерным вытянутым вверх профилем. При его возведении будут использованы традиционная форма, современные приемы и материалы. Это позволит завершить формирование исторической части города и связать ее с новой. Валентина Чебичек, Александр Дуркин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».